Внезапный обстрел едва не лишил жизни целую семью. В Марьинке один из снарядов разорвался в огороде, где работали Семенченко. Выжили чудом, но серьезные травмы получили отец и дочь. Мы и так на линии разграничения сейчас находимся. В Марьинке перестрелки не утихают ни днем, ни ночью. Больше всего страдают жители окраин. Опасно находиться даже в собственном дворе. Хочется, чтобы это закончилось уже. Страшные находки подстерегают на каждом шагу. Самое страшное вот это, наверное. Это возле двора лежало. Недавно Семенченко пережили настоящий ужас. Во время затишья всей семьей вышли поработать в огороде. Первый же прилет нам прилетел в туалет. А осколками, естественно, во двор. Вот видно. Дырки от осколков. Пожалуйста. Было вообще. Я так развалился. Крыши вообще не было. Все разлетелось. Алексея ранило. Извлечь осколок из ноги врачи не смогли. Опасались, что после этого не сможет ходить. Дочь Карину контузила. Все как в тумане. Более такое. Потом меня оглушило на минуты две. Забежали в дом и ничего не слышала. За помощью решили не обращаться. Девочку госпитализировали только спустя несколько дней, когда терпеть головные боли уже не было сил. Необходимыми медикаментами семью обеспечил гуманитарный штаб Рината Ахметова. Молодцы. Спасибо. Да, отреагировали быстренько, конечно. Да, на второй день уже нам позвонили. За все время боевых действий поддержку оказали раненым детям и тем, кто страдает от тяжелых заболеваний. Всего помощь Ахметова получили тысячи маленьких жителей Донбасса. Ринату Ахметову большое спасибо за гуманитарную помощь, что оказали. Сейчас Карина старается наверстать школьную программу, но не всегда посещает занятия. Бывают, учителя звонят утром, что обстрелы, и не идите в школу. За три года войны находиться в постоянном страхе устали все жители Маринки. Бачу, что дома побито все. Детка, ой, не мали веку. Ой, так жить. Лучше бляхать дохнуть. В поисках спокойной жизни семья Семенченко покидали город. Но, несмотря ни на что, вернулись обратно. Мир встретить хотят у себя дома. Здесь школа, здесь друзья остались, и дом. Все равно дома хочется. Даже несмотря на обстрелы, все равно дома хочется. Оксана Корчма, Евгений Якунин для телеканала Донбасс.